Друзья, добрый день! Вот я и закончил глобальный турнир, сейчас заберу первую свою награду. Конечно, прошел я не на максимум, но это была первая пилотная попытка. Проходил я его на стриме вместе с вами. Если вдруг по каким-то причинам ты не знал, где у меня проходят стримы, то прямо сейчас, по ссылке в описании, подпишись на мой канал Holdik Live. Там у меня каждый день проходят трансляции. Обязательно приходи. В общем, прошел я турнир на 10 побед. Было несложно, было на самом деле легко, много было слабеньких соперников. Ну, я особо не подбирал там колоду какую-то топовую, так, от балды играл, фанился. В целом, я думаю, что 20 побед можно осилить. Я думаю, что в ближайшее время я это сделаю. Опять же, наверное, на стриме. Поэтому подписывайтесь на Holdik Live, ссылка в описании. Моя бонусная награда это 10 побед. Получается золото, сундук с молнией, легендарный сундук. Еще редкий токен и 50 редких карт. Ну, в целом, знаете, даже если бы я и больше сделал побед, там у меня особо такие мощные призы. Вот за 18 победу, да, нормальная. За 19 тоже. И за 20. Вот эти последние три каточки, это прям вообще идеально. Чтобы забрать свою награду за турнир, нужно заплатить 500 гемов. Мнение, конечно, разнятся. Кто-то бомбит, это много. Кто-то говорит, ну а как вы хотели, бесплатно все равно не будут вам призы давать. Лично мое мнение, я думал, что турниры будут создавать какой-то... Ну, турнир будет создавать один человек, а остальные игроки будут, естественно, там на халяву играть. Но разработчики сделали так, что каждый сам плати за себя. Ну, хызы, напишите свое мнение в комментариях. Я хочу еще ваше мнение узнать. 500 гемов, что ж, забираем. Посмотрим. Так, первая. Первая ячейка, это 11 тысяч золота. Дальше 2,5. Дальше сундук с молнией. Давайте открывать его. Прокручивать ничего не буду, у меня все по фулу. А, ну хотя можно было бы эпики покрутить, но мне лень. Так, дальше снова золото. Дальше редкий токен. 3,500. Легендарный сундук. Надеюсь, призрак выпадет. Давай, братишка. Да, ребята, призрак. Сколько у меня осталось? 3 карты осталось. И он будет максимального уровня. Хорошо. 4 тысячи золота. Дальше 50 редких карт и 4,5. Ну, знаете, все равно это приятненько. Так вот, всю линейку бонусов собирать. Но только обидно, что я на это все потратил 500 гемов. Золото, конечно, фармится. На твинка, будто это было бы вообще идеально для меня фармить золото в таком вот режиме. Вот. Ну, и теперь мне надо ждать конца этого турнира через 20 часов. И смогу, наверное, снова играть. Ну, знаете, опять же, блин. Хотелось как-то немножечко по-другому. Там, создавать, к примеру, самому турнир. Чтобы я мог, ну, нон-стопом, как гранды катать. Но мы не разработчики. Мы не рисуем тут правила. Мы подстраиваемся под их правила. В общем, пишите в комментариях по поводу глобального турнира. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением. Во-первых, поделитесь своими рекордами. Кто сколько взял побед. Сложно или тяжело. Не сложно или тяжело. Сложно или легко вам дался этот турнир. И вообще понравился ли он вам или нет. Язык уже заплетается. Короче. Погнали в глобал. Честно, все равно. Для меня лучше глобала на данный момент в игре к врасрояле нет. Ни этот турнир, ни гранды сейчас. Ни обычные турниры. Ни клановые воины. Ни что там еще добавляют. Разные тачдауны. Еще прочее. Единственное, помню, что мне нравилось. Так это от строй... Не, не стройным эликсиром. Блин, не помню. Какой-то... То ли внезапная смерть. По-моему, такой режим. Вот он мне очень нравился. Да, по-моему, тот режим. Все. Как-то остальное, ребят, ну честно... Блин. Лично мне не хватает что-то другого. А вот чего я не могу сказать? Не знаю. Посмотрю еще мнение большинства. Может, это я такой переборчивый, да? И тут умничаю. Это мне не так. То мне не так. Посмотрим, как большинство. Вы же тоже игроки, правильно? Вы тоже можете высказываться, если что-то не нравится. Блин, ух, мне не нравится там бомбить. То есть, это нормально. Я, кстати, голема прокачал на второй звездный уровень. Жалко, что у него только два звездных уровня. Вот корона какая-то там. Ее и не видно толком. Блин, на молнию не хватает эликсира. Оп, сейчас будет хватать. Сейчас будет хватать. Отлично. Бьем молней. Пам-пам-пам. Так. Ой, у него еще и торнадо есть. Так, здесь у нас мега-муха. Мега-миньон. Так. Вот. Корона, да, у голема? Всего лишь одна корона и высадка. Вот это единственное изменение у... Как это? С звездным уровнем. Я бы хотел, чтобы вот эти кристаллы на спине стали золотыми. Еще что-то. Вот. Вообще, на самом деле, по поводу к золотому, это еще сомнительно. Я, например, за то, чтобы вообще как-то разнообразить. Почему именно золото? Что вот в золотую окантовку добавили, и это весь дизайн? Вот. Я по этому поводу высказывался. Ну да ладно, раз они выбрали такой стиль, так вот. Мне кажется, големы очень мало дали изменений в общем виде. Потому что, ну, коронка какая-то и все. За это я там заплатил, не помню сколько, 10, потом 12, да, или сколько? Короче, напишите, сколько я заплатил за два уровня? Блин, я правда не помню. Правда не помню. Так. Давайте мегамуху. Оп. Блядь, не успел. Минус голем. А может и не минус? Не, минус, скорее всего, да. Минус голем. Так, давайте дровосека закинем. Так. Сейчас он использует торнадо. А у меня второй голем, смотрите. Оп. И пошел второй голем. Он, скорее всего, инферно уже поставит, да? Да. Да. Ладно, я не буду дефаться. Так. Значит, у него там... Бля, элитки. Я за них забыл вообще абсолютно. Так. Ночная ведьма. Как хорошо, что они согрились не на этот... Не на вышку, а на голема. Так. Хорошо. Мы тоже используем торнадо. Осталось 322 хп. Это не добивается фаерболом. Но если зап еще сверху, то добьет. Да. Добил. Ну, давайте. Я там дровосека кинул под шумок, да? Сейчас под рейджем что-то, возможно, произойдет. Поставлю вот так вот голема. Поставлю голема. Так. Здесь поставлю ночную ведьму. Но он, скорее всего, инферно, если не дурак, поставит, чтобы я молнии не нанес. Ага. Вот так вот, да, значит? Ну, это не страшно. Дракон. Это нам не страшно. Блин. Быстрей. 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 Молня. Молня. Ах, как же ты долго, блин, юзаешься. Запна гораздо быстрее. Так. И закидываем дровосека. Сейчас он опять вальку. Бесявый соперник попался. Но я его нагнул. Я его нагнул за вас, ребята. Вот я думаю, что он не только меня бесил только что, а и всех игроков, которые играли против него. Плюс 30 трофеев. Замечательно, друзья. Замечательно. Ну, поехали. Еще одну каточку сыграем. Опять же, я ждал обновы этой. Я ждал каких-то новых идей, эмоций, новых колод. Ничего не изменилось. Я снова играю големом. Ничего не изменилось. Я не знаю. Может, я не хочу ничего менять, но у меня ничего не изменилось. Ребят, у вас после обновления что-то изменилось. Вот прям кардинально, что вот вы играли, да, в рояльку. Ну, так, поднадоело на вам. После обновы вы прям, вау, не могу оторваться. Каждый день захожу, играю. Вот такие изменения не произошли. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что такого глобального ничего не произошло. Блин, добавили турнир за 500 гемов, который ничем не отличается, как по мне, от Гранда. Ну, а чем отличается от Гранда? Даже по мне Гранд лучше. За 100 гемов больше профита. Мне так кажется. Ну, ладно. Хотя нет, почему, отличается. В глобальном турнире 10 уровни, а в Грандах были 9. Так, давайте Хога на главную. А, стоп, я сейчас только сейчас соображаю. Это у него Хог с королевеским гигантом. Да, походу я сейчас очень низко сижу, потому что очень странные деки. Ну, по-моему, даже Голема еще не выставила, уже вышку ему практически снес. Сейчас, блин, я потом еще запишу отдельное видео, я там лоханулся немножко с этими звездными уровнями. Не подрассчитал немного, но ничего. Я думаю, что нафармим со временем. Разработчики же захотят бабок скосить, поэтому эти звездные уровни или очки, как они там называются, поинты, надеюсь, будут продавать. А я тот лох, который их куплю. Ну, реально, это лишь визуально меня... А как в других играх, да, там скины в кэсках и прочих. Там тоже бешеных денег это стоит, но это влияет лишь на визуальные свойства, никак не на характеристики, да, твои. Поэтому я вот, наверное, тот, кто куплю их. Ну, я не буду отдавать просто так вышку. Конечно, одну тычку Хограйдер сделает, а может и не сделает. Нет, если грамотно заюзает торнадо, он не сделает. Вот. Ведьма тоже, как по мне, вообще не изменилась. Вообще. Так. Я думаю, что вот так вот сделаем. Пам-пам. Добиваем вышечку. Закидываем дровосека. Так. Давайте торнадо, чтобы ведьму уничтожить. Дракон не бьет, да, ведьму? А, там этот дровосек нормально так раздал. Ну, что ж. Я сейчас голема ставить не буду. Я думаю, будет грамотно задефаться сейчас, а потом перейти в контратаку. Ну, он в любом случае сейчас будет атаковать. Либо Хог, либо Коргик, да. Ну, вот даже, смотрите, два в одном. Два в одном. Слушайте, урона много. Но я не успеваю поставить голема с мостика, поэтому ставлю его с центра. Ставлю с центра. Готовлю сейчас молнию, если она понадобится. Она не понадобится, друзья. Это победа. Это чистая победа. Ну, глобал, да, глобал. Он всегда будет глобалом. В него играть еще можно. Но это глобал. И хотя, не знаю, по сути, ты ничего не получаешь. Просто кубки. Но не знаю. Но все равно глобал гораздо интереснее играть. Почему-то. Мне кажется, вот 500 гемов, окей. Я понимаю это все. Но мне кажется, тут с призами, может... Хотя, если посчитать по золоту, сколько? 11 тысяч плюс 2,5. Это 13 600. Так, 16, 20. Ну, так, приблизительно. 24, 28 тысяч золота. Не, ну, в принципе, за 10 побед я получил 28к золота. В гранде я получаю 22к за 12 побед. Плюс, если пройти все это, то есть я получаю много золота. Много получаю золота. Вот. Ну, хрен знает. Не знаю. За 20... За 20 побед, 500 гемов, это нормально. За 10 побед? Ну, такое, не знаю, сомнительно. Вот. А может, я зря бомблю. Может, турниры зайдут. Может, нормально все. Это я уже сожрался. Я не знаю. Напишите в комментариях. Ладно. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ждите новые видосики. Я еще жду режим хейст. Я не знаю. Он был в снегпиках. Но... Может, я что-то путаю. Может, это и есть тот самый режим. Ладно. Всем удачи. Всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok